А вы знаете, что есть такой сосуд, из которого можно пить, не прикасаясь губами к его краям? И изобретен он был здесь, в Испании, вернее, в Каталонии. Речь пойдет о пароне. Что это такое и вообще, когда он был изобретен и как из него пить, сейчас расскажу и покажу. А вы пока поставьте лайк. Что же такое парон? Его можно характеризовать как стеклянный сосуд с выпуклым брюхом, плоским дном, узким горлышком и зауженным кончику носиком. Первые упоминания о пароне датированы 14 веком. И некоторые историки утверждают, что происхождение данного сосуда связано с римским ритоном, который был главным героем Орги и Вакханок. Что такое Вакханки, можно прочитать в описании к этому видео. Изобретен он был между Каталонией, Арагоном и Валенсией. Хотя в некоторых источниках утверждается, что местом изобретения является монастырь Поблет, что в Тарагоне. Там же, кстати, и хранится самый старый парон, дошедший до наших дней. Если вы читали Александра Дюма из Парижа в Кадис, то вы уже знакомы с этим сосудом. Там как раз описывается метод питья вина местными жителями, как горгалла. Что означает медленное выливание вина в рот, создавая небольшую дугу. Весь процесс вина питья осуществляется на расстоянии. В этом есть суть и идея парона, что дает возможность не использовать дополнительные предметы, такие как бокал или стакан. При этом соблюдаются высокие гигиенические стандарты. Во время питья люди не прикасаются губами к краю сосуда. Кстати, на моем канале есть видео, где наглядно видно, как пить из этого сосуда. Вы можете перейти по ссылке в описании и посмотреть. Как же пользоваться этим сосудом? Все просто. Вы берете правой рукой за горлышко поррон и немного поднимаете вверх. При этом рука должна быть согнута в локте. Немного наклоняете поррон в сторону своего лица так, чтобы из носика потекло вино прямо обом в рот. И немного затем отдаляете его, чтобы создавать струю и напор вина. Кстати, вот вам забавная традиция. Каталонцы говорят, что во время питья из порона нужно считать вслух. Ун титтио, дос титтиос, стресс титтиос и так далее. И при этом не пролить вино на себя. Ну и напоследок хочется сказать, что поррон для веселой большой компании подойдет как нельзя лучше. Главное помните, что стоит запастись салфетками. Такая история. Если вам понравилось видео, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Потому что каждую неделю я буду рассказывать и показывать интересные истории. Субтитры сделал DimaTorzok